Доброе утро! Что-то мне подсказывает, что вы еще не наелись баклажанами. А у меня как раз есть отличный рецепт. Необычный пирог с баклажанами и курицей. Конечно, у этого пирога есть средиземноморский флёр. В Италии, Греции, на Балканах обожают выпечку с баклажанами. В нашем пироге будет основа из творожного теста с рисовой мукой и много-много вкусной начинки. Вы давно просите у меня, Саша, дай нам ПП рецепты, дай нам что-то полезное, интересное. И, кстати, многие иногда говорят, а можно что-нибудь без глютена? Вот вам прекраснейший вариант. Муки здесь не будет, но тесто будет. Потому что в составе теста будет рисовая мука, а в рисовой муке нет глютена. Так что для тех, кто переживает о глютене или есть медицинские показания его не употреблять, вот вам рецептик. Но назвать этот пирог диетически безвкусным язык не повернется. Так что он понравится абсолютно всем. Вот увидите. Начинаем с теста. Творог обыкновенный, классический. Высыпаем в миску. Далее отправляем туда одно куриное яйцо. Щепотку соли. Конечно же, обязательно, чтобы тесто было вкусненькое. И перемешиваем с яйцом. Или рано еще, да, Максим Александрович? Рано, все. В декабре будем, да? Ну а теперь рисовая мука. Насыпаем туда. Вообще всякие, знаете, такие альтернативные виды муки набирают популярность. И уже, на самом деле, давно. Мы просто не так часто используем. Вот за счет рисовой муки у вас тесто, оно будет такое мягенькое, вкусненькое. Потому что рисовая мука, она, по сути, чем-то даже крахмал напоминает. Так, ложкой размешали. А вот теперь, смотрите, руку берете вот так вот и туда. И жмякайте. У вас тесто сразу склеивается и получается вот таким. То есть сначала оно рассыпчатое, а потом рукой вот так вот вы его прессуете, и все. И можно из него катать любую форму. Обычно, знаете, как я делаю? Когда мы с мукой работаем, мы замешали тесто и отставляем его в сторонку, либо убираем в холодильник, чтобы ликовина сработала. В этом случае с рисовой мукой так делать не надо. Тесто практически сразу готово к выпечке. Потому что мука, прям, знаете, рисовая, она же перемолотая. Там такая фракция мелкая-мелкая. Здесь нет такой клейковины, как пшеничной муки. Вот такой шарик должен получиться. Вот он. Комочек рисового теста пока убираем в сторону. Надо сделать начинку. Сразу берут две сковородки. На одной будет курица жариться, на другой баклажаны. Почему две сковородки, скажете вы? Да потому что у меня они есть. И так будет быстрее. Можете на одной по очереди пожарить. Но зачем время терять, если есть такая возможность? Время-деньги, как говорят, самый ценный ресурс. Наливаем маслица на одну, на вторую. Начнем с баклажанчика. Нарезаем его кубиком. Это будет основа нашей начинки. Вот такими. Не мельчите, он еще ужарится у нас. Один больше, один меньше. Здесь не принципиально. Нарезали и в сковородку. Пусть тихонько жарится. Теперь курица. Будем использовать грудку. Можно, конечно, взять любую другую часть, но здесь не принципиально. Просто, знаете, когда бедро берешь, хочешь, чтобы сочности больше было. Здесь не обязательно. Но у нас баклажан сочный, начинка будет сочная. Нарезаем. Вот такими прям слайсами. Хопа. Вообще здесь не существует определенного правила, как вот это все нарезать. Может, вам захочется крупные куски видеть блюде? Пожалуйста, нарезайте крупными. Теперь репчатый лук. Вот лучок мелким кубиком. Расправились с луком и сразу забрасываем во вторую сковородку. Ого, разогрелось, пока с вами болтал. У-у-у, елки-палки. Бывает и такое. Зато, смотрите, как быстро обжарился. Короче, лук обжарили, кидаем курицу. У грудки и баклажанов появилась золотистая корочка. Значит, можно подсолить. Чуть-чуть курочку, чуть-чуть баклажанчики. Раньше не солите, иначе влага выйдет, и у вас не будет жариться, будет тушиться. Поэтому солите попозже. Ну все. Выключаем нагрев, соединяем все вместе. Перемешали. И еще добавим свежей зелени. Петрушечки. Ее не вельчите. Просто петрушка, она здесь будет прям, знаете, балансировать. Давать легкий привкус. Она как такая специя для курочки и баклажанов. Самое то. Вот она пошла. И моя личная шефская рекомендация. Немного орегано. Ох, орегано, знаете, так пахнет хорошо. Вот орегано идеально вообще с рыбой, с мясом, с овощами. Вот ко всему эта обалденная турецкая травка подходит. Всыпаем смело чайную ложку и перемешиваем. Начинка для пирога готова. Вот это полноценное готовое блюдо. Ну по сути, знаете, такое диетическое. Но мы пирог делаем, не забудьте. Кстати, если как вкусно готовишь, можно сбиться с идеей. Делаешь пирог, а потом раз, такой, да ну этот пирог с этим тестом. Всем курица с баклажанами, вкусно получилось. Но я от своей задумки не отступлю. Тем более, что пирог это всегда вкуснее, чем просто овощи с курицей. Выпекать его будем в форме с высокими бортиками. Форму можете брать абсолютно любую. Круглую, квадратную, прямоугольную. Главное убедитесь, чтобы у формы были вот такие вот бортики. Высокие, потому что у нас будет заливка, и пирог будет такой толстенький. Можно раскатывать тесто. И лучше всего это сделать между двумя слоями пергамента. Это просто, смотрите. На один лист пергамента выкладываем тесто. Хлоп, ладошки такого. Сверху накрываете другим листом пергамента. И еще раз немножко прессуете. А вот теперь берете скалочку и делаете из него такой а-ля прямоугольник. Смотрите, стол не пачкаем. Оп, стол чистый. Две руки не пачкаем. И скалку не пачкаем. Ничего не пачкаем вообще. Сюда чуть. Сюда. Ну да, как-то так. Аккуратненько снимаем верхний слой пергамента. И прямо в этом пергаменте тесто опускаем в форму. Утрамбовываете немножко тесто по всей площади формы. И по стеночкам, и по дну. Если у вас вдруг вот здесь вот теста, видите, много, а вот здесь, например, чувствуете, что маловато, просто возьмите, оторвите и сюда залепите. Сделайте такую заплаточку. И все. Домашний пирог прикольный. Без всяких понтов и ровных краев. Чтобы хотелось взять и бесцеремонно съесть. Теперь начинку выкладываем в наше тесто. Вот. Какая она ароматная и вкусная. Ох, жареная курочка с баклажанами и орегано. Вот так вот распределяем. Осталось сделать заливку из сметаны. Сметана, она же, ну как вы думаете, она с этими ингредиентами сочетается? Ну, конечно, да. Что сметану скрепит? Правильно, яйца. Поэтому нам нужно 2 яйца и сметану замешать вместе. Зачем мы же все любим сметану, да? Класс. Вот у меня Эрик ест сметану постоянно. Прям ложками. Я потихоньку стал сладкие йогурты из холодильника доставать и убирать. А сметаны больше ставить туда. Это животный, правильный, хороший жир. А в йогуртах сахар. Вредный. Если много есть. Потом он орет, где йогурт, папа? Я говорю, как сметана же стоит, поешь. Теперь сыр, ребята. Ну сыр, ну с ним же вкуснее будет, правильно? Сыр может быть абсолютно любой здесь. Но важно, чтобы он был, знаете, не моцарелло и сулугуни, а именно такой, чтобы, знаете, такой сыр, чтобы у него аромат был, чтобы российский какой-нибудь там, я не знаю, гауда, чеддер, пармезан, у которого вкус есть характерный и концентрированный. Натираем сыр на терочке. Вот столько. Чуть-чуть его можете так подраспределить. Дальше заливаем заливочку. Прямо так, смотрите, немного в центр, а потом струйкой начинайте по краешкам водить. Хоп, 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 хоп. И все. Ставим пирог в духовку на полчаса. Рисовое тесто пропечется, сыр расплавится, а заливочка пропитает начинку и схватится за это время. Ох, вот она, красота. Тесто подпеклось прям, аж поджарилось как следует. Пирог еще высокий. Видите, даже кипит местами. Надо его остудить. То есть, когда он остынет, он сейчас осядет, успокоится, станет более плотный, а потом будем его нарезать и есть. Ждем 15 минут и достаем пирог из формы. И смотрите, теперь прелесть пергамента. Внимание! Все, понимаете? Форма практически чистая, ничего не прилипло, все ровно и идеально. Видите, какой он у нас получился? Неровные края вот эти вот, они что создают? Красивую картинку, мега аппетитно смотрится. Давай сделаем вот так вот. Опа! Классно смотрится. Все, не буду никуда выкладывать там, тарелочки, шмамелочки, туда-сюда. И этот пирог полноценный сам по себе. К нему не надо ничего. Ну, кроме чайка, конечно. Или какао, например. Слушайте, а какой же он все-таки вот. Тесто прикольное. Здесь вот нету клейковины и нету вот этой пористости. Хоть и минимальной. Все-таки пшеничное тесто, оно такое помягче. А здесь оно плотненькое. Но в этом и прикол этого пирога, понимаете? Но начинка, это вообще отдельная история. Во-первых, курочка ощущается. Баклажанчик такой нежный. Он такой, знаете, такой аж кислиночка у нее есть приятная. И вот эта заливка сметана с сыром. Так что, уважаемые, кто спрашивал, безглютеновый рецепт, вот вам идеальный. Специально для вас. А чтобы рецепт не потерять, берите телефон и фотографируйте ингредиенты на экране. Для баклажанового пирога с курицей нужны яйца, творог, рисовая мука, куриная грудка, баклажан, лук, сметана, сыр, орегано, петрушка и подсолнечное масло. Кусок пирога с классной начинкой и безглютена 79 рублей.